Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. Троим наркозбычекам в Уральске вынесли приговор. Из материалов дела следует, что подсудимые Бавгашев, Мукатов и Бердикулов занимались перевозкой и сбытом наркотических средств. Один из подсудимых закупил у своего знакомого в городе Казаларда марихуану в особо крупном размере и привез ее в Уральск на квартиру, которой сняли его сообщники для хранения и расфасовки наркотиков. Но их незаконный бизнес быстро вычислили полицейские. В ходе осмотра однокомнатной квартиры на балконе и в шкафу были обнаружены полиэтиленовые пакеты с веществом растительного происхождения, а также весы. Согласно заключению экспертов, этим веществом оказалась марихуана высушенная, общим весом 5 килограмм. Вина подсудимых в ходе следствия была доказана полностью. Бабгашева Тулихана Бесингалевича признать виновным в совершении преступления предусмотрен статьей 297 части 3 пункта 1 и 3 Уголовного кодекса и окончательно по совокупности приговоров назначить Бабгашеву Тулихану Бесингалевичу наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с конфискацией имущества. Мукатов Армат Ильича признать виновным в совершении преступления предусмотрен статьей 297 части 3 пункта 1 и 3 Уголовного кодекса и окончательно по поводству. В городе идет полномасштабный ремонт городских дорог. Но вот о трассах в поселке Мичурино словно забыли. А ведь там тоже ходит пассажирский транспорт. И такая проблема повторяется из года в год. Здесь даже текущий ремонт не проводится. В городе на ремонт городских улиц выделено порядка 2 миллиардов тенге. Средства идут из социальных отчислений недропользователей. Жители поселка Мичурино возмущены. А почему про них забыли? Даже ямочный ремонт дорог ведущих пригранных поселок не делается. Машинам приходится ездить по обочинам дорог и выезжать на встречную полосу. Испытание автомашины называется, что ли. Это не дороги. Кто здесь может ездить? Вот машина идет, человек что, налоги платит, платит. А почему дороги не делаются? За что? В городе что-то делается, да? В городе хоть немного, и то половина города закрыта. А здесь? А здесь что? Если здесь закроются, где там будут ехать? А там точно такая же. Точно такая дорога. Не первый год, да? Не первый год. Я в прошлом году здесь работал. И в этом году работаю. Эта система идет. В Акимате сельского округа отмечают, что их бюджет не позволяет аккумулировать большие средства. Акимат район находится далеко, в поселке Переметное. Оттуда проблемы мичуринцев кажутся незначительными. Дороги находятся в ведении районного отдела пассажирских дорог и автомобильного транспорта. Сейчас уже разработано ПСД, проектно-инспертная документация на ремонт этих дорог. Ждем тендера. Как будет проведен тендер, выделены будут денежные средства. После этого они начнут заниматься этим дорогой. Дороги в поселке Мичурино нуждаются в ремонте уже который год подряд. Но люди надеются, что исполнительные органы все-таки обратят внимание на их проблему. Как и владельцы вот этого магазина, которая назвала свое заведение Нурлыжол. Надеясь, что все-таки путь будет светлым. Хочется отметить, что населенный пункт постоянно растет, а его население увеличивается. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. С начала летнего купального сезона в областную инфекционную больницу обратилось уже 13 человек с энтеровирусной инфекцией. Медики призывают всех купающихся быть предельно внимательными. Не глотать воду и следить за тем, чтобы этого не делали дети. Ну а после купания обязательно принять душ и сменить одежду. В случае, если на ладонях и стопах нижних конечностей появилась сыпь, поднялась температура или образовался гнойный налет на миндалинах, немедленно обращаться к врачу. Шутить с энтеровирусной инфекцией не стоит, предупреждают специалисты. Ведь она может привести к серьезным последствиям, таким как, например, менингит. К счастью, на сегодняшний день в городе случаи заболевания менингитом не зарегистрированы. При купании в речке, в водоемах надо обратить внимание, следить за детьми, чтобы они не глотали воду. Это тоже самая главная причина появления энтеровирусной инфекции. Осложнения могут быть очень плохие. Почему? Может привести к менингиту. Следствие менингита – это психическое, умственное расстройство, это инвалидность. Шестилетней Насте Суржиковой, которой Алабай откусил ухо в поселке Мичурино, пришили новое. Операцию провели в Турции. Хирурги восстановили ушную раковину из хрящевой ткани, взятой из ребра девочки. Напомним, на Настю Суржикову напали огромные псы по дороге в школу. Этот случай, произошедший 25 февраля 2016 года, вызвал общественный резонанс. Две огромные собаки напали на Настю, которая шла в школу в сопровождении родителей. Собак удалось отогнать, но один из псов откусил девочке ушную раковину. Деньги на операцию по восстановлению собирали всем миром. Помог Республиканский фонд «Милосердие». В клинике Стамбула сделали операцию. Съездили на операцию мы, спасибо людям, помогли, скинулись. В Стамбул ездили. Было страшно ехать, телевизор кошмарит. Но там нормально все оказалось. И из чего? Сделали, вот с ребра взяли хрящ у нее, и кожу вот здесь за ухом срезали, и все слепили. Сейчас оно там все пришито, еще будет маленькая операция, оттопыривать надо будет ушко. И все, к первому сентябрю пойдем в школу, успеем с ухом пойдем уже. В доме у Суржиковых тоже живет большая собака. Порода московская сторожевая. Девочка говорит, что ее не боится. Но остальные четвероногие вызывают у нее страх. Медусы, улиток. Вы на море были? Там море нет, там босфор. Босфор. Что понравилось еще? Улитки, медузы, там. Собак до сих пор как, боишься, нет? Боюсь. Боишься? А у тебя же своя собака есть. Своих не боюсь. Стоит отметить, что хозяйка пса, который напал на девочку, сует со семьей Суржиковых, доказывая, что ее оклеветали. Семья девочки сейчас готовится ко второй операции, которая должна довести ухо до совершенства. Роман Копняев, Айбула Джигепар, Александр Грабрев, ТДК-42. Не больно? В Уральске проходит акция «Чистый воздух». Сотрудники Управлений экологии и природных ресурсов и регулирования природопользования совместно с полицейскими измеряют уровень выхлопов на транспорте. Цель – не дать Уральску потерять первое место по чистоте воздуха. Автобусы остановят сотрудники ДПП. Дальше в работу пускают газоанализаторы и дымомер. Показания вносятся в специальные документы. Чаще всего превышение уровня загрязняющих веществ регистрируют на старых автомобилях. Цель измерений – устранение проблем в системе выхлопа газов. В рамках акции проводится работа по выявлению автотранспортных средств, в том числе легковых, грузовых машин, общественных транспортов, выбросы которых не соответствуют характеристикам, то есть превышают предельно допустимую концентрацию. В рамках акции мы проводим разъяснительную работу, раздаются листовки, памятки водителям и также при выявлении нарушения налагается административный штраф. Сами водители относятся к проведению акций с пониманием, но по их мнению гораздо важнее отремонтировать дороги. Улучшить дороги, потому что идут вот эти поломки и все от дорог. Видите, как бьем мы их, эти глушители. В шестом самые худшие, ну и вот сейчас здесь объездные. После дождя все разбито. Роман Копняев, Айбула, Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. За неимением бесплатных городских пляжей уральцы вынуждены купаться в неположенных местах. Такой вывод сделали спасатели ДЧС, когда в очередной раз вышли в рейд, где разъяснили отдыхающим правила поведения на воде. Все подробности в следующем сюжете. Лето – это жаркий период. Чтобы хоть как-то освежиться, люди стремятся на природу поближе к водоемам. Но нередко обычное купание оборачивается трагедией. Ежегодно спасатели устраивают рейды под диким пляжем и проводят разъяснительную работу с населением. Люди зачастую нарушают правила безопасного поведения на воде. Самые распространенные причины, которые приводят к гибели – распитие спиртных напитков и купание в непредназначенных местах. И если первый фактор зависит от самого человека, то во втором случае – это вынужденные действия. В избежание таких случаев необходимо создание городских пляжей. На сегодня, к сожалению, в нашей области несколько пляжей полностью оборудованных, но они являются платных. То есть гражданам, чтобы отдохнуть, необходимо выплачивать определенную сумму денег, которую большинство, многие из жителей не имеют такой возможности. Для этого надо устраивать бесплатный городской пляж. Несчастные случаи, как правило, чаще всего происходят на реке Урал из-за сильного течения, говорят спасатели. В свой очередной рейд они снова раздают людям памятки в надежде, что они все-таки задумаются о последствиях и будут соблюдать все правила безопасности. МЧС Казахстан ездит, здесь предупреждают, что много утонувших детей, люди тонут, то, что нельзя далеко заплывать. Но мы это знаем, соблюдаем. Купание на необорудованных пляжах привело с начала года к гибели 10 человек, двое из которых дети. Благодаря оперативным действиям спасателей еще семь удалось спасти. Олег Великин, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.